Здравствуйте. Анастасия, вас приветствует оператор мобильной компании «Мегафон». Меня зовут Роман, очень приятно. С вами связан все касательно вашего номера телефона с кончением 23.01. Хотели напомнить, что срок обслуживания вашего номера подошел к завершению сегодняшнего числа. Подскажите, пожалуйста, вы этот номер планируете еще использовать, либо же не планируете? Планируем, но как это так? Вас очень плохо слышно, можете немножко громче говорить? Я говорю планируем, а как это так? Срок действия закончился сегодняшним числом? У вашего номера был остановлен договор обслуживания по предоставлению услуг данному номеру. Почему? У вас был номер по 12.11.2026 год в обслуживании. Анастасия, я попрошу вас уделить буквально 3 минутки вашего времени. Мы сейчас на бесплатной отсловии продлеваемся в действии данного номера. Имеется возможность на один год продлить в действии, на три года, либо же на пять лет. Подскажите, пожалуйста, на какое время желать данным номером пользоваться? На пять лет вообще-то, ну мы уже, ну как... Я не понимаю просто, как так может быть, что договор закончился. Вас очень плохо слышно. Говорю на пять лет, говорю, вообще-то, говорю, но я не понимаю, говорю, как так может быть, что договор с сегодняшним числом закончился. С 2023 года по постановлению Роскомнадзора, статья связи 126, все сим-карты операторы мобильной компании обязаны перевести из безрочной структуры обслуживания на срочную. У каждого номера сейчас имеется срок действия, то есть абонент сам выбирает, на какое время желать пользоваться номером. Таким образом идет сортировка серых сим-карт. То есть мы сейчас деактивируем сим-карты, которым используются мошенники. Раньше система автоматически продлевала труд действия вашего номера, то есть она не могла вычислить, то есть, к примеру, у вас украли телефон, либо же вы сами пользователи номера своего. А сейчас оператор продлевает труд действия номера, и таким образом мы вычисляем, то есть деактивируем номера, которые не подлежат нашим абонентам. Поняли? Мы подаем заявку на регистрацию на пять лет, правильно? Сейчас я укажу, на пять лет обслуживание. Сейчас буквально три минутки вашего времени в таком случае. Подскажите, у меня в системе указано, что вы пользуетесь нашим приложением, Мегафон, личный кабинет. Установлено было приложение. Вы сейчас им пользуетесь? Подскажите, пожалуйста. Нет. Не пользуетесь? Нет. В любом случае, поскольку вы на пять лет, и поскольку вы на пять лет продлеваете срок обслуживания номера, у вас будут единоразовые бонусы доступны в размере 1200. На один бонус равно одному рублю. Вы сможете бонусы использовать по своему желанию, то есть это связь, интернет, либо там что удобно. И также будет в течение полгода скидка 40% на тарифный план, при пополнении тарифного плана. Так как вы продлеваете сроки действия на пять лет. Вам сейчас было перенаправлено сообщение от нашей компании, Мегафон. Просмотрите, пожалуйста, сообщение. Хорошо. Там будет ваш обновленный ID. Это вход в личный кабинет. Меня, пожалуйста, проинформируйте, когда вам поступит сообщение. Хорошо. Я не поняла, что это за бонусы, которые вы мне сказали. Как ними пользоваться? Вы продлеваете срок действия вашего номера на максимальный срок. На пять лет. Ну да. И поэтому вам начисляются бонусы. Это называется раздел привилегий. То есть привилегий для вашего номера будет в вашем профиле, в личном кабинете. Вы активируете данные привилегии, и у вас будут бонусы и скидки к вашему номеру. Поскольку вы продлеваете срок действия номера на максимальный срок, на пять лет. Поняли? Для того, чтобы вы имели возможность пользоваться своими бонусами, вам перенаправлен был обновленный пароль для вашего личного кабинета с обновленным профилем. Там, где у вас будут доступны ваши бонусы. Просмотрите, вам сообщение перенаправлено было от нашей компании. Поступило? Да, поступило. Но почему-то не от Мегафона, а от Госуслуг. От Госуслуг поступило? Да. Так, хорошо, я понял вас. Ну, я не знаю, я вам не отправлял от Госуслуг ничего. Скажите, пожалуйста, у нас в демсистеме надо указать информацию. У нас не полная информация, а число месяц рождения у вас. Подскажите, пожалуйста, у нас только год указан. А зачем вам число месяц рождения? Пусть так и будет. Мы обязаны проверять сведения об абонентах. И если абонент не подтверждает свою информацию, то мы не можем продлить только обслуживание номером. Но я не хочу говорить. Продолжение следует...